И еще один человек набрался наглости Причем это он написал сам Я набрался наглости Уважаемый Валерий Константинович Как учителю А он один из наших самых авторитетов У нас и так элита Я называю вас эти 500 человек Я называю элитой А это уже как бы сказать Все равны, а он еще ровнее Уважаемый Константинович Как учителю, что он набрался наглости Представляете? А кто первое слово набрался наглости Принес? Валерий Константинович Теперь сколько нас уже наглых Начало уже страшное Проще говоря Зарисовал видео на ютуб Посадку абрикоса и вообще плодовых деревьев Если интересно, посмотрите Извините, открыть не могу сейчас Буду рад, если вы скажете замечания И недочеты А вообще думаю Если больше мы, ваши ученики Будем выставлять фильмы Про наши успехи И правильные агроприемы То больше шансов, что нормальный садовод Нацкнется на наши фильмы А не на рекламу мертвых садовцев И ненужных удобрений С уважением Александр Песоцкий Смотрите Дорогой Александр Двух я руками за Каждого из тех 500 человек Если мы называем элитой Должны уже не просто присылать мне Как почти все вы прислали Многие прислали Свои фирмы Вот Еще секундочку Так вот Случайно включил ногой Так вот Теперь переходим Вы действительно набрались нагрузки Но у нас должно быть 500 наглецов Еще раз говорю Каждый не только прислал мне Это сейчас легко делается Хватает ваших телефонов Хватает этих самых Фотоаппаратов встроенной камеры Пожалуйста Пишите Вернее так Положительно Отрицательно Свои замечания Свои наблюдения Вот И там смотрите как Одно мое я прикидывал Да Вот Спасибо Их уже десятка трех сделал Этот самый Вот Проценка Моих Этих Переделанных фильмов Да Вот А Еще есть YouTube Есть вот это Яндекс Это с кем я работаю И там и там На одно мое Только наберешь обрезку На одну мою обрезку Где В принципе я призываю Бояться Бога И стараться не резать Потому что Деревья совершенные За редким исключением Сотни Сотни Тысячи Как они Люди Мою найдут Это YouTube А в Яндексе Примерно Соотношение Я своих Нашел Десяток На самом деле Там штук Тридцать уже Он сделал Только я Не натыкаюсь Я на свое Натнуться не могу Но за то Что осень И пора Резать деревья Сотня На одну Мою Вот именно Когда пришел Сентябрь Это был ужас Это миллионы Наученных людей Так что Александр Я вас уволяю Еще сделайте Сотни И всех прошу Хотя бы по десятку Нам нужно Брать количество Ведь смотрите Что сделал Уважаемый мной Это самый Сергей Паченко Было Допустим 80 или 90 Этих самых Вебинаров А там Кем-то 5 Он делает 5 фильмов Из них И кто-то Наткнулся И еще Добавилось Там 10 20 100 Этих Кто Понял Что нельзя Деревя колечить Другой фильм Третий фильм Пятый И получилось Он сделал Несколько сотен И все равно Это мало Нам нужно Несколько сотен На несколько тысяч Несколько Десятков Нам нужно Уравнять Чтобы это Чтобы уже Когда Самое Когда Человеку Скажут Ты что С ума Сошел На холм Садишь Сади Как все Он Скажет Я не дурак Вот видите Теперь Что касается Моя реакция На ваш фильм Я начал смотреть И сразу Отключился Я знаете Чего вспомнил Дело в том Что Я заранее Не глядя Я посмотрел Минут 5 Не стал дальше Смотреть Заранее Совсем согласен Если не согласен Где-то Какой-то Я боюсь Высказывать У меня Страшно Я нажил Двух Диких Учеников Которые потом Заполонили интернет Злобными Этими Высказываниями Мой адрес Ну типа Захожу на любой Какой-то Это Там Какой-нибудь Блог Какой-нибудь Этот самый В сетях Их там Море И там обязательно Идет обсуждение И смотрю Только кто-то Упомнил меня И тут же раз Как кому-то Специально С утра до вечера Сидит Где бы нагадить Где бы нагадить Вот это было А последний Он уже нагадил Поэтому я не боюсь Говорить Это тот самый Смотрите Я Дело Вот Я боюсь Любой Этой самой Замечанием Уже И никогда Вы заметили Что Никакими Ни разу Не слышали Моих замечаний В адрес Тех Авторитетных Друзей Которых Я же превозношу Которых Я упоминаю Которые Самостоятельные Личности Они не мои Ученики Нет Ни одного Слова Даже Когда Мичурина Написали Что он Хочется Это И то Я считаю Что скорее всего Его подставили Что он не мог Такого написать Вот И вот я Вот это Смотрите Вот это Продолжение Учебы А нет Надо пойти Нарить свежего чая Сейчас вы поймете Серьезнейший разговор Потому что Он касается Миллионов Тех Кто уже Натворили Дел Еще тех Миллионов Которые Натворят Несмотря на то Что меня сейчас Услышат Аж 500 человек В течение Недели Сейчас Секунда Я только Кипятышку Добавлю Горло Пересыхает От бесконечного Разговора Так Смотрите Вот это Вот Выкопанная Яма Да Вот Дело в том Что Ну мне Бог дал Такое В принципе Мог бы Любой догадаться Но как-то Это не происходит Вот Однажды Я нажил Дикого Жуткого Врага Того самого Дяди Ваня Конечно Он никакого Веса не имеет Но Несколько сотен Человек Баламутил И все Это Но тем не менее Смотрите У него вообще Было 80 сантиметров До воды Так Вот И эти 80 сантиметров Ямку Он устилал Значит Несколько Килограмм Железа Вот Листовое Дырявое Вот Там Потом Шифера Назвать Другие слова Потому что Понимаете Я беру Даже больше Например У многих Вода Как Хватается За голову Метры полутора Вот как здесь И дальше Человек мне пишет И рассказывает То же самое Помните Я когда-то В одном из вебинаров Из литературы Набрал 10 пунктов Чего Там было Керамзит Бетокирпич Галька Речной песок Эти же листы Железа Шифер Так Сразу все Не вспомню Керамзитовая Мука Не Это уже Удобрение Мука Это уже Удобрение Еще что-то В качестве этого Короче 10 пунктов Я набрал А сейчас Только 7 вспомнил Ну Стареем Вот И все это Якобы И все это Утрамбовать Получается Непроницаемо И сверху Садим саженец И корни будут Ну не то что В сухости Но вымокать Уже не будут Вот А как я Нажил в рогах Когда я вот Это все Я дальше что Смотрите Ямы То есть Стенки Здесь Достаточно Плотные Так А все что Насыпет Оно будет Помягче Согласитесь Так же И даже если Вот эту Вот здесь Вода выступила И давай Мы вот это Засыпать Чтобы Я уж не беру Тут Дядя Вай На случай Там вообще Садить ничего Нельзя А здесь Попытаться Можно Но как Человек хочет Защититься От этого От этой влаги Значит Вот в таком Расстоянии Он все это Будет засыпать 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 Потом прыгнет Ногами Трамбовать Трамбовать А может еще Специально Ступкой Будет Все Не пройдет Вода А он не видит Вот эти стенки Мокрые После дождей Вода поднимается Она может Стать здесь Так И тогда Получается Сверху Если Вот это Еще Не Озеро Это Всего Скопилась Вода Не Копали Яму Не Было Бо Этой Лужи Вам Кажется Что Она Эта Лужа Существует Под землей Ее там Нет Там Просто Разной Степени Проницаемости Грунт Именно там А слой Этот Он такой Есть Почему Потому что Там подземная Жизнь Там Там Это А так Было бы Вот как здесь Просто Мокрые стенки И все Но Попадаясь На корни Они бы все Таки Вымокали Кто-то Думает Все это Выполнили Все это Насыпали Утрамбовали Защитили Во-первых Пойдет Уровень Поднимется И уже Вода Будет стоять Сверху И наоборот Плохо проходить Дренаж Это не то Что вы понимаете Вот Плохо И вот здесь Вот будет стоять Лужа Когда поднимется Уровень Так Здесь Будет Самое Как ее назовем Такое место Сырое Именно здесь Почему Здесь стенки Твердые Когда пройдет Дождь Он будет Здесь Пройдет А здесь Меньше пройдет Там более плотная Почва Так А здесь Кто будет держать Это еще не все Самое интересное Не это Те Кто придумал Вот этот Дренаж Я из-за чего Он заработал Смертельного Врага Которого Люто Ненавидит Он же учил Других А оказался Ну как сказать Некомпетентным А что после этого Остается Сказать Я следующий фильм Сделаю Так как Железо Усит Нет Зачем И вот Получается Что Еще миллионы Людей Это делают Читают И делают А они Не знают Никто Начиная С автора Этих дурацких Роликов Что Снизу То само собой Подступит Когда поднимется Уровень Он никогда Не бывает Одинаковый Ружья Мы сделали Значит Все Не вода А дождь Он сверху А про то Что Главный Источник воды Идет сверху И пошла вода Его еще Полили А как же Полили И теперь Поверху Вашего Дренажа Будет стоять Настоящая Лужа И она Допустим Уровень упал Дождь Кончился Деревья Взяли Часть влаги Часть влаги А эту Часть влаги Значит Получается Здесь Подсушили Но Дренаж Теперь Наоборот Превратил Вот эту Верхнюю Часть Выше Дренажа В гниющую Настоящую Ловушку С повышенной Влажностью Представляете Прошел Дождь И все Осталось Тут И вот Я тут Долго Говорю Почему Потому что Опять был Звонок Что мне Теперь Делать Первую Ловушку Сделать А что Мне Теперь Делать Это Так же Как В яму Посадят Мало Что До воды Близко Еще В яму Посадят Кстати Видите Почек Какая Мокрая И Что Мне Теперь Делать Учеб Сделать Гниющую Ловушку Что Теперь Делать Пока Дерево Не погубил Убирай Отсюда Вот Все Что Могу Сказать Убирай 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 Убирай